У меня нету выше 4% ничего. У вас вот прям в киоске стоит бутылка, на ней написано крепость 6,5%. А, ну это коктейль, наверное. Коктейль за 130 рублей продавец спешно убирает с прилавка. Эта торговая точка в Рубцовске, кажется, работает по своим правилам. После нашего вопроса продавец получает от директора новые указания. А зачем вы выставили? Разбирала бутылки и поставила. Пошла на работу, зашла в магазин. То есть вы в нетрезвом виде торгуете? В нетрезвом виде. Ну а как мне еще понять? Я сяду смену, сдам, сяду на маршрутку и уеду. Продавать 6% алкоголь не имеют права, признает сотрудница киоска, но настаивает на легальной продаже 4% пенного. Участковый он знает, он все документы проверял. Администрация, они сами на это разрешение подписывали. А разрешение можно посмотреть? У меня нету. Круглосуточный ларек расколол рубцовский поселок на два лагеря. Часть жителей всеми руками за подобный магазинчик прямо у дома. Другие категорически против. Ларек, к слову, в двух шагах от детской площадки. Как можно допустить, что рядом с детской площадкой, где занимаются дети, где проводятся праздники детские, и через дорогу ларек, который торгует пивом. Вот люди мне написали заявление, что здесь продают самогон круглосуточно. И когда здесь магазины закрываются, пиво берут в этом киоске, приходят вот здесь на детскую площадку, распивают, забрасывают ее бутылками. А беспокоенные родители написали письма и в полицию, но даже не ожидали такого исхода. Когда мы обратились, получилось так, что наши фамилии и имена озвучили, и люди стали возмущаться по поводу нашего заявления. Люди, местные жители, которые за этот киосок? Ну и некоторых, которых устраивает такая ситуация, что там продается в любое время, и то, что хотят. Полиция как дело закрыла? Понятия не имею. Никакого ни ответа, ни привета. Мы тоже обратились в полицию, нам сообщили, что этот ларек проверяли уже несколько раз и выявляли нарушение. Факты реализации продуктов самогоноварения не подтверждаются. Осуществлено три проверки. Составлен административный протокол по статье 14.16 Кодекса об административных правонарушениях. Это торговля в неустановленное время. В настоящее время проводятся экспертизы. Материал будет направлен в суд для рассмотрения. На вопрос, есть ли в киоске разрешающие документы на торговлю алкоголем, правоохранители заявили, что не комментируют этот момент. Не комментируют и власти Рубцовска. А между тем, тот ларек не единственный, расположенный в непосредственной близости от детей. Школой буквально в двух шагах находится такой же ларек, где, по словам родителей и директора школы, продается не только алкоголь, но еще и наркотики. Выладело. Сейчас вроде у них камеру там поставили, там они сейчас не продают. Это слова мальчика о продаже наркотических веществ, а пенный напиток рядом со школой, как видим, продают. Кстати, в общественном доступе мы не нашли нормативных документов по поводу расстояния между алкоточками и образовательными учреждениями Рубцовска. Но если опираться на барнаульскую норму, то она следующая. Продажа алкогольной продукции, далее по тексту я не буду считать, до стационарных объектов торговли, вот указанных ранее объектов образования, медицинской деятельности и прочее, составляет 40 метров. Соответствуют ли расстояния нормативу, выясняют надзорные органы. Но, к слову, прямо под носом у администрации Рубцовска тоже есть такая торговая точка. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.